Татьяна и Сергей прожили вместе долгих 36 лет. Разлучила семейную пару, как бы жутко это ни звучало, смерть. И пришла она к Татьяне от любимого супруга. Сразу после свадьбы у молодой тогда еще семьи родился сын. Назвали Володей. Как утверждают соседи в ребенке родители, души не чаяли. До такой степени они любили Володю, что и в свои 36 он продолжал жить в семье. Между супругами возникла словесная ссора по поводу морального образа жизни его сына, их сына. По сути дела в том, что сын нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Собственно говоря, находится у них на иждивении, хотя и возраст у него уже старше 30 лет. Беда пришла нежданно-негаданно. Однако предпосылки бытовых преступлений всегда можно вычислить. Главным образом это страсть к напиткам, далеким от лимонада. 14 октября прошлого года Сергей и Татьяна отправились на дачу заниматься по хозяйству. Владимир в это время был дома, играл в компьютер. Супруги вернулись домой поздно. Выпив водки за ужином, отец в присутствии жены начал порекать сына. Не работаешь такой-сякой, сидишь на родительской шее. Разошелся папа не на шутку. Да и конфликт разросся не слабый. Пытаясь уладить конфликт между родителями, сын вступился, тем самым пытался успокоить отца, мать. Опасаясь наступления тяжких последствий из-за того, что, собственно говоря, ее супруг взялся, схватился за нож. В целом недопущение дальнейшего развития их конфликта встало между ними. У обвиняемого возникает преступный умысел на почве личной неприязни, который возникло у него к своей супруге, имевшимся у него кухонным ножом, нанес потерпевшей не менее трех ударов. Два удара в область груди, один удар в область левого плеча. Сын Владимир вызвал скорую полицию. Сначала Сергей отрицал свою вину, утверждая, что сын сам натолкнул Татьяну на нож, который в это время находился в отцовской руке. Она раз вот так вот туда, назад, он опять ее толкает, я опять его вот начал держать. Вот это два раза, а после она вот так вот берет, третий раз я не помню, берет так вот и падает прям оттуда. То есть он три раза толкнул что-то получается? Она, наверное, сама упала, я не знаю. Попадает, вот на яйце вот об этом вот виску. Но в ходе следствия выяснились все подробности происшествия. Ясно одно. Мужчина не хотел убивать свою супругу. Не искал возможности, не провоцировал. Татьяну он любил, как и своего сына, больше всего на свете. Но водка и вспышка ярости привели к нежданной, мгновенной трагедии. Берегите своих близких. Вот вам и мораль.